Выступает лауреат международных конкурсов Ирина Понаровская. Я больше не хочу тайком любить Я больше не хочу ничто скрывать Я больше не хочу, как прежде, жить Я больше не хочу тебя терять Закройте занавес, бросайте в самфинал Проклятешлю тебе моя работа Зачем вы вернулись на сцену? У вас есть ответ для себя на это? Хороший вопрос. Хороший, Юрочка, вопрос. 13 лет отсутствия в этой профессии и пройдя такие невероятности, мне никто же не спрашивал, а что ты делала в это время? И я поэтому никому ничего не рассказывала и никто ничего не знает, но на самом деле есть о чем поговорить, а поговорить. Я очень болела. Ребят, я очень болела. Что-то серьезное? Да. Да. У меня был микроинсульт, я ходила полгода с ходунками, этого никто не знал и слава Богу. Но, когда сегодня я где-то в каких-то комментариях случайных слышу, читаю, ну конечно, наверное, из-за границы приехал, деньги, наверное, закончились. Надо, наверное, вот подзаработать, на пластику не хватает. А то, что у меня одна сторона лица вообще не работала, и этого никто не видел. У меня все лицо было опущено вниз, особенно я глохла на правое ухо. Этого никто не знает, и вы первая и последняя, кому я это говорю. Просто вы мне очень симпатичны, и вы создаете такую чудесную атмосферу в кадре, что вам хочется рассказать. Спасибо, Ручка, за доверие. Почему случился этот диагноз? Почему случился микроинсульт? Ну, я вообще не отличалась богатырским здоровьем. У меня в 25 меня шарахнуло по почкам. Извините за такой жаргон, да. И в борьбе за красоту. В борьбе за красоту я худела, худела неправильно, никто не знал, как правильно. И поэтому я любыми возможными и невозможными способами, потому что я от рождения пухляша. И такая серьезная пухляша. В 13 лет 78 килограмм девочка весила. Ну вот, не доедала, не допивала, много работала, и случился коллапс почечный. А потом вот почему. Какой-то, видимо, пошел перебор энергетический, который я привыкла отдавать, а отдавать некуда. Меня переклили, у меня случился микроинсульт. И да, интересно, что отправной точкой стало меня. Они пускали с собакой в купе. И просто я должна была уехать в Эстонию. И меня вот так вот хватало в дороге. Все-таки там решили этот вопрос. Там получилось так, что меня сын провожал. В результате он пошел, выкупил все это купе и поехал со мной. И у него был и паспорт, и все с собой. И со мной в поезде случилось, что я потеряла ориентацию. Я говорю, сыночек, а что такое происходит? Вот у меня такое ощущение, что поезд поворачивает и ложится на бок. Он говорит, мама, а что с тобой такое? Я встаю, а меня вот так вот... Вот так вот все крутит, купе у меня крутится. Ну и как бы с вокзала мы поехали в больницу. Сразу там же в Эстонию мне сказали, так, быстро на МРТ. МРТ расшифровали, сказали, так, под капельницей в больничку восстанавливаться. Что вы думали? Я просто не представляю. Что я думала? Да, да, да. Вы знаете, мое великое счастье, это, наверное, просто как бы, не знаю, свыше мне дано. Я не мнительная. Я подумала, ну ничего страшного, все нормально, все образуется, сейчас покапает, может, мне витаминов каких-то не хватает, может, еще что-то. Все нормально, все хорошо. Я еще врачей немножко так подбадривала, говорила, да не волнуйтесь, все будет хорошо со мной. И пела песни. Да, ну и у меня такой характер. Я вот такая, я должна держаться, я как кремень, я должна держаться. И если бы не мой характер, то я в 25 уже бы косточки сгнили. Мне давали в 25 лет первую группу инвалидности. По почкам. Я сказала, да вы что, с ума сошли, что ли? Чтобы у меня было вообще где-то написано, что я инвалид. Да вы что, с ума сошли? Сколько это состояние продолжалось? Острый-острый период, где-то дней десять. А потом потихоньку начало как бы устаканиваться потолок с полом, стены не плавали уже, и я уже могла не держась как бы там два шага пройти. Но все-таки ходунки мне из больницы дали, и я подумала с ходунками, чтобы мне не рухнуть. Потому что кружилась так, что боялась просто упасть. Меня подняла иглотерапия, безумительная моя Верочка Никифоровна, в Эстонии, в городе Нарва. Вот работала с такими золотыми руками, она иголками меня восстанавливала почти два года. И она меня восстановила, ну и соответственно я тоже восстановила сама себя. Она сказала, что как вы мне помогаете, так ни один больной мне не помогает. А после этого мне говорят, что губы надули, что там вы сделали. Ирочка, ни одного укола в свое лицо я не сделала никогда. Ни одного. Ботекс, мотекс, мотекс. Я в это не верю, я ненавижу. У меня столько боли было физически по здоровью, что я еще для красоты буду себя вот это вот колоть. Да упаси Господь. Да, пластику я делала, и я в этом признаюсь. Делала я ее прошлым летом первый раз вот только и брать вот эти вот штучки. И в девяносто шестом году в Америке меня моя подружка уговорила сделать глазки. Ребят, все. Хорошо сделали. Вот и все. И за эти годы ни один человек, ни один артист, ни в своем интервью задавали вопросы разные, кто там вам нравился. Ни один артист не назвал моего имени. Никто. У вас есть ответ почему? Я вам скажу почему. Замотаны люди. Замотаны. Но с другой стороны, меня как будто не было. И как будто все стерто с лица земли. Ни в одной программе никогда не упоминали мое имя, что я вообще существовала. Ну ушла, ну мало ли что. Ну вот так, да. Но я же была. У меня же были какие-то победы. Давайте вспомним тот момент, когда вы принимаете решение закончить, уехать. Одной из последних капель была программа. Опять же, я прошу меня не заставлять называть имена. Я была приглашена на прилюдный день рождения, который праздновался в программе «Пусть говорят» Андрюше Малаховым. Я никогда ему не отказывала. Он вырос на моих глазах. И все первые программы, начиная с большой стирки, со всеми вот этими. Всегда я была рядом. Всегда на любые темы я с ним говорила. И о пластических операциях, и о том, и о сём, и о пятом, и о десятом. И празднуется день рождения. Собирается такая очень специфическая команда на это действо. И как-то вот съемка начинается, и что-то как-то не идет, и что-то как-то… И Андрюша, значит, спасательным взглядом смотрит на меня, зная мою, в общем, красноречивость и открытость, и умение что-то теплое сказать, и желание, самое главное сказать, теплое и искреннее. И как бы от того, что он мне дал слово, потекла эта передача. Угу. Пошло. И два часа это было просто вот… И ко мне как-то народ обращался, говорит, ну а что Ирина скажет в этом? Я говорю маме, что вот будет такая программа. Она всегда, естественно, трогательно очень сидела у телевизора, мазала губки и смотрела на экран. Я звоню маме, я говорю, мамуль, ну как? А я всегда переживала. И неважно, какой это по счету мой эфир, и сколько лет я уже на сцене, там 40 или 35 или 80, неважно, да, я все равно переживаю. Это я, это мои выступления. И я знаю, что я в этой программе какую-то свою маленькую лепточку внесла. И мама говорит, а в какой программе тебя не было? Вас вырезали. Все. Один раз камера проехала по мне как по мебели, и все остальное просто вырезано было. Все. Ни одного слова. Ни об этом человеке, который я теплая говорила. Просто меня нет. Я не знаю, за что. Я не знаю, за что. Я никогда никому дорогу не переходила. Я никогда ни у кого ничего не просила. Я никогда не требовала. То, что мне шло, то я брала и очень бережно несла. Можно мою догадку? Да. Вы так иногда в проброс рассказываете эту историю, но мне кажется, она очень важная. В первый Майдан вы едете выступать. Давайте вспомним в поддержку Ющенко в Украину. И вы так даже хвастаете этим, что вас выпустили одну тогда на сцену. Да. Ну, как бы сказать, что я хвастаюсь, нет. Я вообще никогда не хвастаюсь. Я просто уверенно говорю. Действительно, вы пустили меня одну, что я могу сделать. Так, то есть вас позвали выступить с концертом в поддержку кандидата. Вы думали о том, что это за кандидат? Вообще понятия не имею. Я вообще вне политики, ребята. Я вообще ничего не понимаю в политике. Я тупая. Я абсолютно глупая и тупая женщина. У меня телевизор, к сожалению, включается на наши программы, которые вот от первой кнопочки до девятой. Только в одном случае, если моя собака наступит лапой случайно. Я вам расскажу эту ситуацию. У моей подруги близко умер муж. Все эти дни до девятого дня я жила у нее. У нее в Москве. Не у себя дома, а у нее в Москве. Потому что я понимала, что она не справится. И вдруг мне звонит бывший мой директор. И говорит, ну тут есть какой-то выступленица. Там надо съездить в Киев, там выступить. Можешь приехать? Через полтора часа мы в Шереметьево все собираемся. Платят. Ну не очень много. Не так, чтобы прямо запредельно. Запредельно, да? Сейчас вообще эти цифры смешно называть, да? Ну ладно, работа. Я говорю, это работа. Я говорю, Ирка, я сегодня уезжаю, сегодня же приезжаю. Не переживай. Посиди одна, может быть, там кто-то к тебе еще придет. И я от нее уезжаю. У меня похороны в глазах. Предстоит девятый день, надо собирать людей. Мне говорят, концерт отработать. Как я могу? У меня есть семья, мне нужно людей, мне нужно кормить коллектив. Как я могу отказаться? Вообще, у кого когда было, знаете, такое право отказываться от работы? Да вы что? За двадцать восемь дней, сто десять концертов можно отработать? Нет, по-моему. Здравствуйте, меня зовут Ир. Понимаете, да? Я не представляла. Я даже, у меня даже, я вообще никогда, я работала, потому что я любила это. Я никогда не спрашивала особо, сколько мне заплатят. Поэтому я не вникала даже особо в сумму. Я знала, что директор там ведет эти дела денежные. Я поехала. И только перед сценой я поняла, что это митинг. Я вообще даже не поняла, кто такой. Я думала, что Ющенко это тот, кого должны были выбрать. И, вы знаете, когда что-то я произнесла со сцены вот что-то за Ющенко, да? Там поза орала. Я думала, о, как классно, я молодец большая. Я понятия не имела, что я делаю. Вы в самолете из Украины как раз познакомились с Немцовым? Мы все летели, оказывается, на его самолете. И туда и обратно это был чартерный рейс. Но Борис летел раньше. А вы с ним пообщались, с Борисом? Да, на обратном пути мы общались. Очень смешно. Очень обаятельно. Он говорит, ой, Панаровская, тебе надо в политику этих. Боже, сохрани, упаси его, я ничего в этом не понимаю. Ну, в общем, пообщались очень коротко. Мы не дружили, мы не перезванивались, мы не были друзьями. Но я помню, что когда он был еще губернатором Новгорода, у меня был концерт. И я помню, что он со своими людьми, со сопровождающими его лицами, пришел за кулисы ко мне с огромным букетом цветов. Это я очень хорошо помню. Потому что он красавец, правда? Он же красавец. Давайте без политики. Он просто красивый парень. И я была тронута, я была удивлена, что такой молодой, красивый человек вдруг вот как бы вот в таком звании губернатора и спасибо, спасибо большое. Ну, не было никаких подкатов, не было никаких приемов, никаких в честь, ничего не было. Все было очень тихо, спокойно. Почти официально, но очень тепло. Вы до этого никогда не ездили? Не там, голосу или проиграешь? Вот эти все за каких-то кандидатов? Нет, абсолютно. Я не в тренде, я не в формате, я не в этом формате. И вы хотите сказать, что вот после этого, зная, что ну вообще оранжевая революция сегодня как красная тряпка для нашего правительства, и в принципе это оправдывает, что вас могли запретить в эфире? Может быть. Но, ну как бы мне это было нечестненько. Ну как-то нечестно. Ну спросите меня, вы что, действительно пропагандист? Я вышла, спела две песни. Классные, сильные две песни. Я же не стояла с флагами. Я же не хожу там на митинги за одного, за другого, за пятого десятого. Я вообще их не знаю, я не понимаю. Я не понимаю. Моя подружка приехала из Кипра и говорит, что тут происходит? Что там с Белоруссией? Что там с этим все? Я говорю, Еленка, честно, не знаю, дорогая. Мне, ну не интересно мне это. Но это вот вы сказали, у Андрея была последняя капля. Что до этого еще было такое? Ой, до этого было… Вот спросите меня, в скольких песнях года участвовала я? От силы в пяти. А в скольких песнях года я участвовала и меня вырезали? Я просто счет не веду. Меня не запрещали, меня вырезали. Значит, в десяти программах я снимусь, две покажут. В остальных меня нет. Я не знаю, что это такое. Поэтому, как бы, вот эта программа… Я просто нашла себе такое оправдание, что я, наверное, просто облажалась где-то очень сильно по поводу вот этой вот оранжевой революции. Я, наверное, что-то не то сделала, поэтому меня запретили. Ну, запретили, запретили. Ну что? Ну, пойду на пенсию. Все. Вот. Вот так. Другое дело, что когда я отсюда ушла, я не понимала, куда я ухожу. Ярочка, мне кажется, вы в этом моменте лукаете, потому что, зная, какой у вас был успех, вот это все просто так взять и уйти, мне бы было очень-очень тяжело. Поверьте мне. Поверьте мне. Мне было так больно. И это вот последняя капелька. Ну, это вот то, что как стакан переливается, и уже там не остановишь. Это уже водопад, понимаете? Да. И я сказала, все, я больше не могу терпеть это. Вы знаете, Ир, я хочу, чтобы и вы услышали, и чтобы зрители, которые, ну, посмотрят это интервью, чтобы они услышали и поняли. Я не завишу от успеха. Я не завишу от репертуара. Я не завишу от физической формы. Я не завишу от денег. Я умею жить на разные деньги. У меня хорошая пенсия. Мне в шестьдесят шесть или семь лет дали звание сослушанные артисты. Вот мне тоже хотелось сказать Единскому спасибо большое, что успели при жизни. Потому что я не раз умирала, и я понимаю, как бы, что с любым человеком это может произойти в любой момент. Если очень смешной они говорят, но он не очень приличный. Приходит маленькая девочка со своей подружкой в первом классе, значит, домой. И говорит, мам, познакомься, это вот, это Катя. И Катя такая косая стоит совершенно, ну, никакая просто. И мама стоит, а мама тоже не алло. И мама говорит, а что ж это такое Катя? А ты знаешь, мама, Катя не гуляет, не пьет уже. Вчера курить бросила. А мама говорит, а что ж ты так, Катенька? Она говорит, не могу больше. Вот, понимаете, вот у меня это было, у меня был огромный большой выдох. Я с парашютом прыгнула, понимаете. Я сказала, не могу больше. Все, ребята, я закончилась. Зачем вам нужно было уезжать? А что мне торчать в Москве? Зачем? Я хотела тишины, я хотела уединения. Я уехала в свою Эстонию, которая только-только-только вот она, а ну, там 10 лет она была, еще даже особо границы, виз там не было, по-моему. Во всяком случае, не было уже такой вот заграницы, какой она сейчас считается. Хотя, конечно, смешно говорить, я живу там 12 километров от русской границы, абсолютно русскоязычный район, где место, где дача была у Мравинского, где дача была у многих очень, у Константина Арабеляна, у Людвиковского. Но это не ваше поколение, это все музыканты старого поколения. Очень-очень бомондное такое место. Вот, и почему нет? Я, когда поставили границу, я сказала, Мамуль, давай-ка я подделаю дом. У меня там был один дом и такая захолустная времяночка. Слава Богу, там были заработки, были деньги. Все мы переделали, сделали трехэтажный большой дом с мансардным этажом. И я построила себе маленький дом второй. Ну, такой маленький, но удаленький такой. И гаражик вам, пожалуйста, и банька вам, пожалуйста. Все вот. И вот сейчас так мы и живем. Я живу в этом маленьком по-прежнему, а дети мои, я им отдала большой дом. Потому что их больше, меня меньше. Вот. Поэтому это, сколько я живу, столько этот дом существовал. Мне было шесть лет, когда мои родители начали там строить. Ну, неужели я буду считать это такой, прямо вот такой за границей и эмиграцией? И вас обвиняли, вы так как будто оправдываетесь, как будто у вас дом за границей. Вы знаете, меня обвиняют в этом. Потому что говорят, приехала сюда, наверное, на заработки. И чего вы ехали делать домой? Я шла в пустоту. В абсолютную пустоту. Она мне нужна была. Но, знаете, вот интересная история. Я не знала, куда деть плоть свою, свое тело. Я всю жизнь бежала, шла, летела, ехала, скакала, не знаю, что еще, да? А тут никуда не надо. И куда тебе себе... Ну, хорошо, одну книжку прочитала, пятую книжку прочитала, десятую книжку прочитала. Связала себе две кофты, всем по шарфику, по шапочке. Посмотрела телевизор, новые сериалы. Слава Богу, что я такой человек, что я всегда себе найду дело. Я начала заниматься очень... Я очень люблю руками все делать. Началось с того, что я нашла в каком-то хозяйственном таком инструментном магазине буравчик такой сверло с разными насадками. У меня сразу начало... Я вообще генератор всяких разных придумок. Я думаю, а почему бы мне ими попробовать дерево пилить? Так. Я начала делать деревянные ювелирные украшения. Знаете, какие красивые у меня были ювелирные? Меня все украли. К сожалению, вот пару лет назад была кража, там какая-то залетная бригада. В принципе, это не распространено в Эстонии. Но что-то очень многие дома обокрали. И в том числе как бы мой. Но нечего особенно было брать. И вот у меня была такая инструментальная такая вот кубышка для инструментов. И вот там у меня было все вот это мое дело. И все вот это взяли и украли. Поэтому у меня очень много было интересных вещей. Вы это делали для себя абсолютно или как вы думали продавать? Конечно, для себя. Конечно, для себя. Мне это интересно было. Вот понимаете, интересно. Я забывала все на свете. В это время у меня звучала музыка какая-то. Я себе ставила музыку. И я вот это вот пилила. У меня было место в доме, куда я пристроила типа верстачка такого. То есть я работала. Это было круто. Это было очень круто. Это было красиво. Потому что надо было думать, как этого закрепить, как камни туда вставить. У меня было с жемчугом. У меня было с такими камнями типа сердолик, например. Или просто ювелирное стекло. Больше вам скажу. Мне звонили с телевидения. Меня находили. Каким-то образом даже мой эстонский телефон нашли. И мы приедем, куда вы скажете. И однажды, вот только один раз. Я говорила, нет, 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 спасибо большое. Я отдыхаю. Спасибо большое. Нет, 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 нет. И однажды меня прорвало. И я сказала, вы знаете, вот я поражаюсь вам. Сколько вы налили на меня. Сколько вы без меня меня судили. И вы хотите, чтобы я вас пустила на порог своего дома? Да вы что, ребята, вы ничего не перепутали. Не я лишилась вас, а вы меня. Давайте поменяемся местами. Вот. Вот я пришла к этому заключению. И стало очень спокойно мне. И не потому, что я такая заносчивая. И не потому, что я... Потому что, Ир, но я много сделала всего. Я наследила в этой жизни по полной программе. Вы написали книгу. Я ее прочла. Значит, у меня есть несколько вопросов. Давайте. По тем моментам, которые вы в ней пишите. Угу. Я зачитаю. Просто зрители, кто не читал. Я вот не понимаю, как можно в 65 лет носить мини-юбки. Это неприлично, даже если у тебя красивые стройные ноги. Все знают, сколько тебе лет, как бы ты не выглядел. Нельзя носить мини-юбки и шорты в 70 лет. Нельзя. Это цирк клоунада. Поэтому все обращают внимание на Аллу, как она выглядит, худая, не худая. А я вот оденусь и ничего такого не скажу. Вот ему, но это вы про Леонтьева, и в голову не могла прийти мысль посетить день рождения Ивлеевой, где происходило что-то очень похожее на сатанинский бал. А, например, Алла Пугачева почему-то там была в возрасте 70 плюс. Она заявилась в кожаных шортах и в странных готовских прибамбасах. какой-то Ивлеевой, которой никто и звать ее никак пожаловал весь бомонд, как это не удивительно. Дальше упускаю еще там, где она и где эта Ивлеева. Вот поясните мне фразу, какой ты Ивлеевой и где она и где Ивлеева. Что вы имеете в виду? Что я имею в виду? Значит, когда Ивлеевой задали вопрос, кто написал «Отцы и дети», она сказала «Толстой». Что этот человек сделал для того, чтобы Алла Борисовна Пугачева, моя ровесница практически, да, с таким преклонением, к которому относятся миллионы людей, которая наследила, ничего не сказать, эта эпоха ее, да, пришла на день рождения к девочке, которая даже не знает, кто написал «Отцы и дети». Может, она человек хороший. Ребят, давайте не будем. Мне много лет, я понимаю. Нет. Ну почему вы делите людей, ну в смысле, почему эпоха не может общаться с Настей Ивлеевой, которая из маленького городка, просто дружить, потому что вот, ну интересно, новое поколение что-то творит. Почему я дружу с людьми, которых никто не знает и никогда не узнает? Я очень люблю простых людей. И, поверьте мне, я с проводником в поезде, с дворником и президентом говорю на одном языке и точно так же говорю с вами. Так почему вы отказываете в этом, Алле Борисовне? Потому что есть табель о рангах, есть принцесса, есть королева. Я к тому, что они же не спорят, кто есть кто. Ну понятно, она пригласила в гости. Ну как бы мне странно, что вы ставите как бы Настю, ну как бы ниже, ну все люди. У кого-то такой имидж, кто-то сделал большую карьеру, у кого-то опыт и возраст, у кого-то молодость. Потому что я немножко знаю Аллу. Алла не в том возрасте и никогда себя не позиционировала простушкой. А наоборот, она декларировала, я королева, она права. Она декларирует то, что она чувствует, это ее право. И вдруг она идет к девочке, которая, в общем, получается, что во внучке ей годится, да? С каких таких? Если бы я знала, что Алла проста, как Шостакович, который однажды в союзе композиторов, за мной и еще за кем-то встал в очередь в бусет. И все, конечно, сразу отошли. Петр Ильич, пожалуйста, пожалуйста. И этот маленький человек великий, да, который остался в истории и останется, он поправляет свои очки и говорит, что вы, что вы, что вы, что вы, что вы. Я не могу назвать Аллу такой. И это ее право. У меня не сходится дебет с кредитом. Ирина, ну вы же тоже в свое время помогли Юле Началовой. Ну сравнили. Я тоже вам приду и скажу, ну что, Юля, ну тоже выскочка молодая. Вот это диво и все такое. Нет, она не выскочка. Она талантища. И даже больше скажу, так никто и не понял ее таланта. Только когда она в гроб легла, вот тогда все очнулись. А я ее увидела. Ей было девять или восемь лет, когда она победила в звезде. А знаете историю этой звезды вообще? Я напросилась к Николаеву в жюри. Потому что я слышала ее по телевизору. И с Юрой Николаевым я в очень хороших отношениях была. Я ему позвонила и сказала, у тебя сегодня там завтра финал. Пожалуйста, умоляю тебя. Я хочу, чтобы эта девочка была. Я ей поставила самую высокую оценку. А потом после этого я нашла ее, подарила свой букет цветов и сказала, папе, не отдавайте ее никуда учиться. Она самородок. Вот вам мой телефон. Мало ли что понадобится вам. Все. Ну, здесь разница я вижу только в том, что в Юле начала вы увидели талант, а в Насте Ивлеевой вы талант не видите. Не вижу. На мой взгляд, она талантливая, комедийная. Ну, артистка, если можно так сказать. Комедийная? Ну, да. Она же появилась в инстаграме именно на скетчах и смешных сценках. Знаете, мой внук тоже снимает тикток. Да. Ну, где там... Ну, Юрочка, ну, какой-то провокационный вопрос, который... Ну, вы же на уровне души это понимаете. И я не могу вам объяснить другими словами. Нет таких слов, которыми я вам объясню. И второй мой вопрос связан с этим отрывком. Да. Почему вы отказываете 70-летней женщине в шортах? Потому что я не принимаю. Это мое личное мнение. И я здесь никого не уговариваю. Я не... Понимаете, я не за прививки и не против прививок. Я никого не уговариваю. Как пишут в комментариях люди, это же мое личное мнение. Я имею право его высказать, да? Вот мое личное мнение, что существует сенс. Существует культура. Существуют, ну, объективные понятия. Фигуры, ее как бы недостатков. Ведь поймите мой взгляд на вещи. Что худенькие ножки это еще некрасивые. Вот понимаете, мне это некрасиво. Если бы я увидела такие же шорты на Марлен Дитрих, я бы то же самое сказала. Но почему-то Марлен Дитрих себе не позволяла этого. А что нельзя женщине в 70, что можно в 20 и 30? Нельзя фотографироваться в купальнике. Я человек визуализации. Понимаете? Ну, я считаю, что в 70... А вы знаете, как Мэрил Стрип сказала? Ребят, о личной жизни говорить даме за 60 – это дурной тон. Вот я считаю, что это дурной тон. Вот и все. Это мое личное мнение. Сейчас очень многие говорят, и я это очень замечаю в нашей стране, и мне это не нравится. Это наш российский эйджизм. Когда говорят, что если ты за 40 замуж не вышла, то все, конец. Ты старая дева, ты ничего и больше не можешь. Когда нельзя фотографироваться в купальнике. Когда, в принципе, люди пожилого возраста у нас какие-то все уже. Их надо до дома сесть и никуда не выходить. Вы своим примером показываете другое. Но говорите вот именно это, что нельзя шорт, нельзя это, нельзя говорить о личности. Да почему? Нет, можно, пожалуйста, можно. Мне кажется, что женщина в 60 сексом может заниматься и любить, и быть самой красивой и сексуальной на свете. Да, Ирочка, я согласна. Но при этом не надо выставляться в инстаграме. Ну почему? Кого ты этим оскорбишь, обидишь, напугаешь? Я не понимаю, в чем дело? И пугаешь. Ну а почему? Ну я пугаюсь, например. Ну почему в Италии очень, наоборот, никто не чувствует, как бы женщины не так воспринимают свой возраст, как наши? Да что вы говорите? Посмотрите на Софи Лорен. Посмотрите на Джуди Денч. Посмотрите на этих актеров. Они показываются в шортах вам? Если Софи Лорен 60, и она по роли должна остаться в грации и в подвязках, да, это роль. А когда человек позиционирует себя, свою частную жизнь и говорит, этот человек говорит таким образом, посмотрите какая я. Посмотрите. На что смотреть? На что смотреть? Это что, молодое спортивное тело, как у Ляйсана Утяшевой? Или как было у Кабаевой? На что смотреть? На то, что человек похудел, постройнел? Да это норма для артистки. Понимаете, эти артисты, которые сейчас взялись за это, они просто привели себя в норму. Они были как исключение. Потому что сцена – это все-таки постамент эстетики. Почему люди, которые не похудели до того, не фотографировали себя в купальнике? Объясните мне, почему? Где они были, когда они были толстые? Почему надо себя показывать только такими? Бодипозитив, пожалуйста. Вы все себе разрешаете. Я вас спрашиваю, где вы были раньше, когда у вас были плюс 30 килограмм, плюс 20-15, неважно сколько. Ну и еще у меня есть вопрос. Зачем актрисе надевать короткую юбку при таких обыкновенных ногах, скажем? Я понимаю Юлию Началова. У нее такие ноги были красивые, что можно задавиться просто. Задавиться. Я иногда не разрешала в коротком платье приходить на репетицию, чтобы мои мальчишки там с слюнями не изошлись. Я просила ее надеть джинсы. Обыкновенные ноги там взрослой женщины. Неужели нет чего-то другого, чем можно завоевать еще? Не понимаю. Вот смотрите, когда ваша ровесница, Алена Долецкая, например. Да. Человек просто суперстинный. Супер абсолютно. Я знаю ее очень хорошо. Выставляет свое фото в инстаграме в голом виде. Я офигеваю, мне так это нравится. Это сделано профессионально. Это сделано с определенным светом. Это сделано как произведение искусства. Она не просто проходила мимо, вышла на балкон и встала. Снимайте мои ляжки. Господи, прости меня, душу грешную. Понимаете, да? Это искусство. Это искусство фотографа, это искусство осветителей, как вот сегодняшний зал, как сегодняшний свет, как сегодняшняя наша с вами беседа. Вы мне даете право владеть искусством. Вы владеете своим искусством, я своим. Вот когда ваша приятельница Лолита выходит на сцену в купальнике, у нее был такой номер, который зашелся на мемы. Спокойно она выходит на сцену. Это ее роль. Хорошо. Могу я вас спросить... Коля уж мы такой громкий разговор начали. Извините за это. Нет, это очень хорошо. Мне нравится. Мне нравится. Я к тому, что очень много про это фильмов сделано без вашего участия. Часто вот прям как бы это все муссируется, но вы никогда не отвечали на этот вопрос. И я смотрю ваши книги, что вы часто упоминаете Аллу Борисовну и как-то пытаетесь подколоть. Что у вас с Аллой Борисовной? Вообще у меня ничего с Аллой Борисовной. Вообще ничего. Было куча фильмов, которые первые после Аллы. А Алла испортила им профессию. Ирочка, никогда в жизни на одном пятачке на Олимпе я не стояла ни с кем. Я не рвалась никуда. Ну, Алла в мою сторону отпускала какие-то шутки. И если это, знаешь, в каждой шутке есть доля шутки. Кто это? Кто же это? Кто же это? Какая красивая женщина. Кто такая красивая? Кто эта красивая женщина? Вот она? Да. Мне очень часто приходится делать понаробское. Кто? Ирочка. Это же понаробская. Это же понаробская. Понаробская. А это была действительно неприятная для вас ситуация? Неприятная. Неприятная. То есть, со мной говорили, как немножко с чокнутой такой. Ой-ой-ой, а кто это так? Ой, да что вы? Да это что вы говорите? Да не голубая ли кровь у вас? То есть, типа, голубая кровь, ты вообще как бы иди к своим царям и прадедам, да? Ну, я не знаю, какого цвета. Кровь, жилки голубые, а вот какого цвета? Кровь у меня красная. И, знаете, я родилась такой. Я не знаю, что это. Ну, может быть, моя прабабушка Бернеса немецкая. Боже мой, я не знаю. Это был единственный случай, когда вот вам... Ну, потом я помню разговор спиной. Я зашла, а-а-а, а мимо меня прошли и сказали что-то спиной мне. А меня бабушка учила. Моя бабушка Шарлотта учила. Никогда не разговаривай с тем человеком, который тебе отвечает, не глядя на тебя. Это унизительно. Лучше пошлите меня вот на некоторые буквы, которые мы все знаем, да? Вот это будет честнее. А вот так вот пройти мимо, не посмотрев на тебя, и потом спиной что-то ответить, что я не слышу, не для меня. Я читала в книжках другое. И меня учили в другом. Есть слух о том, что Алла Борисовна прикрыла вам лавочку. Ничего не знаю, знать не хочу. И я еще раз говорю, никогда не вела никакие расследования. У меня нет врагов. Я это четко считаю. Но Алла меня подкалывала. И не один раз. А что она перекрывала? У нее были возможности перекрывать? Не знаю, Ир. Честное слово, я занималась делом. А было чисто как у артистки какое-то соперничество? Нет, я не соперничаю. Я в спорт на сцене не играю. Это неправильно. Когда я была в конкурсах, и то там было не соперничество. Потому что я на таких птичьих правах была. Я была никому не известная девочка, которая вдруг и на первом конкурсе в Дрездене, и на втором конкурсе в СОПОТе вдруг выстрелила. Я понятия не имела. Мне казалось на репетиции, что все лучше меня, все круче меня. А гран-при получила я. Что это? Я не знаю. Вот ну не знаю. Просто моя любовь, жуткая любовь к музыке и к профессии. Почему это, кстати? Вот в нашей профессии соперничество все-таки работает. Кто первый добудет эксклюзив, кто первый выдаст информацию, ну как бы это подстегивает тебя смотреть на твоих профессиональных коллег и делать лучше. Я никогда не соревновалась, потому что мне казалось, что это соревнование на то, кто дальше плюнет. Бессмысленно абсолютно. Во-первых, тебя народ выбирает. Кто ты без публики? Никто. Кого публика любит, тот и есть. Часть публики любит меня, часть любит Аллу, еще одна часть Ирину Аллегрову, еще одна часть Лолиту и так далее, и так далее. Кто-то Моргенштерна, кто-то Ивлееву. Я вообще не понимала, как можно таких разных людей, как я и Алла, вообще как-то в соревновательный какой-то вот эти качели, вот эти вообще укладывать и сажать. Я же не допевала ее песни, и она же не крала у меня мои песни. Мы шли параллельно. В какой параллели это решать истории, а не мне? Есть же еще, кроме Аллы, еще есть София Михайловна Ротару. И как бы у нас все это одновременно шло. Ну, с Софией Михайловной Ротару мы замечательно дружим. Ну, как бы не дружим, но во всяком случае, когда мы в каком-то концерте в закулисе, мы заходим друг к другу в гримерной. Один раз она наорала на меня, потому что что-то там я по ее не сделала. Ну, наорала и что? Человек вышел со сцены. И что, я буду на это внимание обращать? Ну, мы с ней общались, и никогда у нас не было вот этого. Ну, смотрите, Аллу сравнивают, София Ротару, сколько приписывают лет им конфликт. От кого этот конфликт идет? Я не знаю. Ну, вот подумайте, давайте аналитически подумаем, логистику выстроим. Если Аллу приписывают как бы то, что она мне там что-то делала, что Аллу приписывают, что она там с Софией Ротару не очень хорошо. Как нас можно сравнивать? Как? Каждый имеет свое место. И почему мы должны, понимаете, друг друга сталкивать вот с этого, с этой точечки вершины Монблана? Почему? Что нет второго Монблана? Почему фигуристы делят первое, второе, третье место, и все спокойны? Да, расстраиваются. Да, может быть, там плачут у себя. Но как бы это считается мовой тонной, это считается неприличным. Ты заработал то, что ты заслужил. И прими это, пожалуйста. Хочу с вами поговорить еще об одной теме, о которой нельзя говорить после 60-ти. Некоторые ваши цитаты не из книги, а по интервью. Мужчины любят вселять в женщин комплексы. Почему вы так считаете? Потому что я это на себе пережила. Потому что однажды мой мужчина, я без имен, хорошо? Однажды мой мужчина мне сказал, и вот смотрю на тебя, а я подала ужин, сижу такая в спортивном костюме домашнем, совершенно домашняя, да? Ты вообще очень домашняя и домоседка жуткая. И он говорит, вот смотрю на тебя, ну вот что я в себя так влюбился? Вот девка-то ты, по сути, никакая. Так мне сказал мужчина. Я не скажу, что проглотила, я поперхнулась, но никаких скандалов, никаких ссор по этому поводу не было. Я так, я просто перестала дышать. Все хорошо, мы там заснули, там все-все встали, я проводила на работу, все, человек все. А потом я посмотрела на работу и сказала, вообще-то ты знаешь, ты хоть понял, что ты вчера сказал? Он говорит, что я сказал? Я говорю, ну вот это ты сказал. Он говорит, да? Интересно, надо же. Это что? Моя мама однажды сказала моему поклоннику, ну скажем, мужу, да? Давайте так будем говорить честно. Она сказала, ты знаешь, ты так с Ирой не разговаривай. Я всю жизнь с ней говорю в белых перчатках. Сказала моя мама. Человек не понял. Ну вот, и в результате как бы где вы? Он где-то есть, конечно есть. Сколько комплексов вам проявили ваши мужчины? Комплексы сами по себе и у меня были. И, конечно, мне не надо было много, чтобы появился еще один какой-то. Я работала с этим, я жила с этим, я боролась с этим. И могу сказать, что в общем, наверное, я где-то одерживала победу, где-то нет. И я не могу сказать, что я сегодня живу без комплексов. Я хочу в чем-то оправдаться. Я хочу достучаться до людей. Я хочу, чтобы меня поняли и меня услышали. Это тоже комплекс. Все ведь думают, знаете как? Ой, она такая аристократка. Она утром встает, наверное, у нее там одну руку делают, а там ногу делают. А здесь лицо ее вот там чего-то. А потом она пойдет на уколы. Какие? Что, ребята? У меня один крем посередине, которым я утром чуть-чуть смазываюсь на хороший лосьон, который там с авокадо я купила, наш русский хороший, натуральный. И вот этот вот крем на улиточках мне подарили. Вот баночку. Все! Мне кажется, что очень часто женщин наших обижают. Обижают. Вы можете себя назвать жертвой домашнего насилия? Нет. А вы знаете, что такое, когда женщина боится предвидеть, что может быть? Да, это называется жертвой домашнего насилия. Значит, я была жертвой домашнего насилия. Как он кулаком мог вот так стену пробить на моих глазах, показывая свою силу. Я думала, что он убьет меня вместе с моим сыном. Он такой белый и пушистый. На самом деле, я первый раз об этом говорю. Он совсем не белый и не пушистый. Я и сейчас не хочу говорить ничего плохого. Просто не давать определения этому человеку. Я говорю просто факты, которые были. А вы сами судите, какую. Почему не позволяли ему это? Ну, побудьте с этим человеком рядом. Вы понимаете, что женщина иногда в зависимости впадает от ярости человеческой? Он очень злой человек. Просто живя с таким человеком, даже разойдясь с ним, я никогда об этом не говорила. Поскольку я считаю, что плохо говорить о бывшем, это значит унижать себя. Почему мы разошлись? Это ничье не дело. Так как в нашей стране каждая четвертая является жертвой домашнего насилия, объясните мне, что вами руководило, что вы это терпели и не уходили? Вы человек, у которого есть и заработок, и карьеры, который зарабатывает больше, чем муж, и может все себе позволить, и у нее есть самостоятельность. Ну, чаще говорят, что вот у меня негде жить там или еще что-то. Это все зависит от воспитания, это все зависит от того, в какой семье ты росла, это зависит от того, что я хотела семью, я думала, что все уляжется, я думала, что все как-то устаканится, все как-то усреднится, может быть, как-то все притрется. Нет, ничего не притиралось. Но у меня был один момент, когда я с одного конца, с входной двери, до другого конца квартиры, вход в такую комнату был, я в него бросила санками, потому что он довел меня до посинения. Я человек, с которым, ну вот, я не знаю, все, кто окружают меня, все скажут, со мной поссориться невозможно. Ну, невозможно, я не конфликтный человек, я в него бросила санками и убежала из квартиры, чтобы не получить в ответ. Мне интересно, насколько часто вы с этим сталкивались, или это был только один муж, который позволил себе... Ирочка, я не живу негативом, я не живу прошлым. Я стараюсь жить в согласии, поэтому я устраняюсь, когда меня обижают, я исчезаю из поля зрения, когда мне некомфортно, и я нахожу в себе силы регенерировать свои мозги, чувства, свои эмоции для того, чтобы продолжать жить дальше. И все-таки верить в себя. Вторая ваша фраза – мужчины любят женщин, которые зависят от них. Конечно. Знаете, еще говорят, чем больше мужчина вложил в женщину, чем больше он ее любит. А что можно положить в меня? Как вы это чувствовали? Ну что, ваши мужья пытались сказать вам, что сядь дома, готовь мой помощь? Знаете, если бы хоть один муж мне сказал сядь дома, я бы села дома. Ну так а чего же вы, откуда взялась эта фраза от вас? Как вы понимали, что вы должны зависеть от мужчины? Я все делала для того, чтобы они так думали. Я старалась быть женщиной рядом с мужчиной, а не управляющим директором. Я давала мужчинам возможность, но был всегда один самый сложный момент. Я зарабатывала больше, чем любой мой мужчина. Все. И для вас это была проблема или для него? Для него. И начинались унижения, начинались какие-то… Знаете, к красоте привыкаешь так же, как и к уродству. Понимаете, да? Поэтому вот ко мне, к такой, какая я есть, я не знаю, там, изысканная, неизысканная, воспитанная, невоспитанная, какая я есть, да, ко мне привыкали. Сначала очаровывали, сначала возносили, сначала это, а потом привыкали. Это нормальная человеческая, как бы, эволюция отношений. Но привыкая, надо же оставить любовь хотя бы. Привыкая, надо оставить уважение. А когда человек видел, что я, как бы, ну, немножко повыше, особенно в материальной стороне, и, конечно, не давала это покоя, и начинались в пику, ну, такие приземления, так под плинтус немножко хотели так подзапихнуть. А что делать женщинам, которые зарабатывают больше, чем мужья? Не знаю. У меня нет мужчины рядом, поэтому я вам совет дать не могу. Какой я могу дать вам совет, если я одна? Я не страдаю от этого абсолютно. Я, как бы, свой лимит любви по жизни я исчерпала. Меня, Ира, так любили, что рассказать никому нельзя. Я, как женщина, очень счастливая. И то, что на старости нет дедушки, который бы меня держал за ручку, и которого мне надо было бы еще там как-то поднимать, да, и как-то там... Я не страдаю от этого, потому что я очень любима была. Я не избалована. Я, как бы, ну, у меня в характере нет вообще такой избалованности такой вот, да, но если я какие-то моменты расскажу из жизни, то они удивят и порадуют, и заставят посожалеть многих женщин, что у них не было такого в жизни. Когда вам, вы приходите с работы, напускается в ванна роскошная, джакузи, вот с такими пенными ароматами, все душится, все потом выключается, выключается, вы садите в эту ванну, выключается свет, и вам на льду приносят ананасы и шампанское, и свечи зажигаются. Много ли женщин испытала это? Ох, не знаю, у меня не было. Я считаю, что это минуты, которые остаются вне зависимости от того, что потом случилось, и что там, что были разрывы, что были разочарования, но я это помню, потому что это было направлено, я это очень ценю. Я говорю каждому человеку, который вступал со мной в такие красивые отношения, я говорю огромное спасибо и низкий поклон. Вы однажды сказали, любила я один раз. Возможно, что-то изменилось, я не знаю. Нет, не изменилось. Любила я один раз. Кого не скажу. Давайте так, это были кто-то из ваших мужей или нет? Ну, вообще, вы знаете, у меня любовников-то не было. У меня были долгие связи. Две. Ну, какие-то гражданские. И три мужа. Все. Так. Я не умею изменять, потому что я не понимаю в этом смысла. Если ты пошел налево или пошла налево, то, значит, и иди туда налево. Чего ты сюда возвращаешься, направо? Зачем тебе это право, если тебе хочется налево? Вы были замужем за человеком, которого любили? Не скажу. Можно? Можно не скажу? Ваше право. Этого человека вообще никто не знает. Тем интереснее. Вот и все. Никто не знает, и он вообще не отсюда, как бы, не из этой сферы, не из этого мира. Ну, как бы, он совсем... Ну, это другая история, которую никто не знает. Мне не нужно это. Зачем вы выходили замуж за нелюбимых? Это не нелюбимые были. Это было очарование. Это было... Когда после тридцати, скажем так, да, это уже немножко включались мозги. Это уже понимание достоинства. Это уже понимание создания уюта дома. Оставьте мне кого-нибудь. Ну, вот как я... И этот человек встанет передо мной на колени. Не важно, какого он возраста. Моего, младше, старше. Не важно. И он скажет, ну, давайте создадим семью. Я скажу, предлагайте. Вы смотрели фильм «Принцесса Грейс» с Николь Кидманом и Тимом Родом? Вы помните, как она заставила себя стать вот этой самой княгиней? Она заставила себя, родив двоих детей, любя этого ранье принца, да? Принцесса Монако, да? Да, принцесса Монако, совершенно верно. Грейс Келли. Угу. Она сказала, все, это моя жизнь. И она договорилась со своими мозгами. И эти мозги, вот эти нейронные связи сработали так, что она вновь влюбилась в своего мужа. Она уже его разлюбила. Она уже, родив двоих детей, поняла, что она в клетке. Но она заставила себя полюбить эту жизнь, в которой она сейчас оказалась. Она сказала, я буду, и она стала, и она осталась в истории. Не все делается по сексуальному влечению. Не все делается по внезапной и сиюминутной вот любви. Не все. Сердце иногда становится умным, но все-таки сердце, уже мозг на втором плане. Поэтому я выходила и сказала, что я хотела семью, я хотела детей, я хотела дом. Когда вы говорите, что вы любили, в чем разница этих чувств? К мужчине? Ну не к ребенку, понятно, любовь. А вот то, что вы говорите, вот тут я приняла это, хотела семью, а здесь я любила. Потому что ради этого человека, ради его покоя я отказалась от своей любви. Вот и все. Вот это разница в чувствах. Что значит отказаться? Любя, я отказалась от него. Потому что я понимала, что как бы наша вот эта вот любовь, которая возникла, она возникла и она осталась. И она осталась на долгие годы. С моими замужествами, с его как бы семьей совсем. Она осталась на долгие годы, но уже как бы она осталась такая дистанционная, на уровне «Привет, привет, с Новым годом» или «С днем рождения» и все. Тема, которую вы вообще запретили мне говорить, но я все-таки спрошу. Ну это интересно, посмотрим. Тем более, что вы тоже пишете об этом в книге. Для тех, кто не в курсе и не посмотрел столько ток-шоу на эту тему, как я. О, мама! Это неприятно было, честно вам скажу. Черная девочка. Да. Я немного зрителям объясню, что в 80-е годы вам принес, как вы рассказываете, что вы не могли забеременеть. И тут появляется женщина, которая говорит, что у меня нет денег, у меня вот есть ребенок. И вы вот на этих эмоциях говорите мужу, что давай мы ее возьмем и берете ее на воспитание. Но скажите мне, через сколько лет? Четыре года. Четыре, да. Через четыре года вы отдаете ее назад в детский дом. Да, ну вы говорите, что это муж отдал, а он говорит, что это вы отдали. В общем, на этом все ток-шоу устроятся. Что я вижу? Мне кажется, что от вас все требуют раскаяния, а вам как будто стыдно покаяться. Ну вот почему-то. Предположим, я не смогла влюбиться в чужого ребенка. Это ложь. Это тоже возможно. Это неправда. Вы пытаетесь так отстраниться? Было вот так? Потому что я очень хочу остаться деликатной. Я не хочу называть вещи своими именами. Это грубо. Я не хочу даже словом, даже врага обидеть. Я стараюсь немножко это все уложить в кружевную корзиночку. У меня не получается. Раз вы мне говорите, что я не допускаю раскаяния, мне не в чем, Ирочка, раскаиваться. Не в чем. Я говорила со святым отцом, я говорила с батюшками, я говорила с пасторами. Я рассказывала эту историю, я не одна ее переживала. У меня были люди, которые могут мне сказать, покайся. Ох, я не гордая. Я на колени встану и покаюсь. Мне не в чем каются. В чем? Что я не полюбила ее? Что не смогла. Неправда. Почему я ее искала спустя столько лет? И в 16 лет я ее нашла, пока она не украла у меня два кольца. Я взяла больную, дистрофичную девочку, уговорила мужа. Потому что я не могу сказать, что он был очень, очень сильно желал этого, а я не могла пройти мимо. И вовсе не потому, что я не могла забеременеть. Это ложь. Я могла забеременеть. Я же забеременела. Я болела. Мне нельзя было беременеть. Другое дело, что я вылечилась, что я как бы лечилась для того, чтобы иметь ребенка. И он у меня осознанный, и он у меня здоровый, и он у меня в здоровом материнском организме вырос. И я этим занималась. Специально занималась, чтобы родить ребенка. Но я знала, что я смогу это сделать. И почему мой бывший муж позволяет себе сказать, что я не могла забеременеть? А что им руководит? Какие-то деньги, которые предлагают за съемки или что? Я не знаю, я же у него не спрашивала. Вы не хотели позвонить и сказать? Вы знаете, я позвонила. Я позвонила, он ответил. Я сказала, здравствуйте. По-моему, говорит ваша бывшая жена Ира Понаровская. Ту-ту-ту-ту. Трусость. У меня есть только один аспект, в котором я испытываю негативное отношение и состояние, и разочарование и расстройство. Это сын, который это видит. Он просто не понимает, как мужчина может так поступать. Это не мужские поступки. Он мне сказал, что как-то не по-мужски это. Ваша история звучит так, что появился сын, и вот девочка, и муж был против. Это история из уст моего бывшего мужа. Уезжая на какую-то там трех-четырехдневную гастроль, мой муж, я не хочу называть даже по имени человека, да, он сказал мне, завтра за ней приедет тот-то и тот-то, и ты ее отдашь. У вас семья, у вас ребенок, у вас муж хозяйство, у вас дом. Муж поставил условия. Я пошлю мужа. Не факт. Вот. Смотря какого мужа. Вот мне это не... Вам непонятно. Если ты четыре года воспитываешь ребенка и относишься к нему как к своему... Ну не все четыре года, потому что мамочка приезжала за этим ребенком, потом как бы пыталась нас немножко шантажировать под деньгами и тем прочим. Все. Я знала, что я ее не смогу удочерить. Я руководствовалась только одним моментом. Что с ней будет, когда она попадет обратно к этой маме. Но у меня была семья, у меня был уклад, у меня была жизнь, у меня была работа. Мне муж поставил условия. И что я должна была сделать? На следующий день за ней приехали, в чем она стояла, ее забрали. Я орала, я кричала, а дальше что? Он приехал, сказал, ее нет, я надеюсь, дома. Я сказала, ее нет дома. И после этого мы вскоре разошлись. Вот понимаете, как бы вот эта история заканчивается... Вы мне говорите, понимаете? А дальше они жили долго и счастливо. Вот в том-то все и дело, что дальше они не жили и не долго и не счастливо. Вот и все. Но почему вы не отказались от мужа, раз он был так против этого ребенка, и как мать, если вы говорите, что вы смогли полюбить ее как свою? Да я ее и любила так. Вы когда-нибудь слышали от нее хоть одно плохое слово обо мне? Если ее день начинался с того, что я заходила в комнату к ней, она улыбалась. Если день начинался с того, что заходил муж мой к ней, она орала. Вы не представляете, что он с ней делал. Он не давал ей есть. Он заставлял ее голодать. Она от горя, от слез, от всего, она орала, плакала, какала в штаны. Причем ей было уже три года, она могла какать на горшочек. Он не разрешал мне поменять ей штаны. И она ходила до ночи в сраных штанах, извините за выражение. Как он волочил эту маленькую девочку за ногу в другую комнату. Что я могла сделать? Когда вы перестали его бояться? Ну, это связано с тем, что я девочку эту отдала, и я поняла, что ну, пора что-то делать, потому что иначе я просто... Ну, я просто умру, наверное. А почему вы, кстати, отдали ее в детский дом, а не матери? А мать ее не брала уже. А почему вы не могли ее усыновить? А потому что детородная семья, в 80-какой-то там год, да, ей был закон, детородная семья не имеет права на усыновление удочерения. Вы ходили куда, что вы такое сказали? Да, в их общественные ходили. И вам такое сказали? Мне отказали, да. У меня есть подруга, юрист, которая занимается семейным правом. Мы с ней посмотрели документы, и тогда действовал кодекс о браке и семье РСФСР 1969 года. И там есть 12-я глава усыновления. И звучит она так. Статья 29-я. Граждане, имеющие право быть усыновленными, усыновителем могут быть совершеннолетние граждане, за исключением лиц, лишенных родительских прав, а также лиц, признанных в установленном законопорядке, недееспособными или ограниченно недееспособными. Ничего из этого у вас нет, и по закону вы вполне себе могли. Елечка, я не знаю, мне так сказали. Я вам еще раз говорю, я дошла до Верховного суда. Я обращалась, используя свое имя, я обращалась. И мне сказали, нет. Ну, у нас, знаете, законы очень странные. Написано одно, делается другое. К сожалению. Я не знаю, почему. Может быть, потому что у бывшего моего мужа были уже дети, и как бы он их бросил. Не знаю. Я не знаю, откуда я знаю. Я лично никого, ни от кого не уводила. Он мне встретился в жизни, когда он был свободный, я была свободной. Вы испытываете чувство вины за это все или нет? Нет. Нет. Можете считать меня наглой, можете считать меня бесчувственной, снежной королевой. Я не испытываю, потому что я сделала для этого ребенка все, что я могла. Все, что я могла. Я ее вылечила, я ее одела. Она жила в любви, в ласке. Она была маленькая. Даяна Рос, я ее называла. Она была красотка в этих платьицах. И я была беременна, и она уже была со мной за ручку. Гордости моей не было конца. Я была счастливая, потому что я понимала, что у меня двое детей. Есть разница между приемным ребенком и своим? Нет. Для меня нет. У меня нет. Чужих детей не существует для меня. Ведь не случайно говорят, что сцена наркотик. Если у тебя что-то болит на сцене, то ты не почувствуешь это. Я на сцене падала, потом я не могла ходить, но в результате я допивала концерт. Я один раз со сцены упала на голову. Просто меня уронили. Поклонник меня поднял. Я через него перекинулась и упала вот так напрямую на голову. Полтора часа после этого я еще отпела. Как себя вести в этой ситуации, простите, когда вас так... Во-первых, я не знаю, неудобно, стыдно, еще и больно. Когда я летела, понимаете скорость мысли, да? Надо же долететь просто, да? Но это же секундные какие-то доли секунды. У меня было только три мысли. Первая – не разбить микрофон. Это мне знакомо – не разбить камеру. Вторая мысль – лицо не покоцать. И третья – какое счастье, что я в брюках. Понятно, да? Вот это как моя стеснительность. Какое счастье, что я в брюках, что я падаю вот так, и все бы было бы. Вы легко говорите, сколько вам лет? Конечно. Сколько? Шестьдесят восемь. Вы... Во-первых, давайте так. Как с возрастом меняется голос? Голос? Угу. Есть ли в этом? Ха-ха-ха. Вы знаете, у меня голос поменялся не с возрастом. У меня голос поменялся в связи с тем, что после чернобыльской аварии две недели я работала в Чернигове, 50 километров от Чернобыля, для рабочих, для строителей нового города Славутич. И две недели я сидела на одном месте в этой радиации и пела по три концерта в день. И после этого у меня образовались фибромы на связках, которые мне дали вот этот самый такой узнаваемость мою, такую хрипотцу. Угу. Дай мне Бог, дай мне Бог, удержать тяжелый вздох. Подскажи скорее мне суплер улыбку. В горле крик пересох, но сыграть дай мне Бог, до конца мою первую скрипку. И вообще голос меняется, и не только мой. Если послушать, например, ранние записи моих коллег, девочек, то есть желолиты, да, у них меняется голос воздушного. Кто-то курит, кто-то перерабатывает, кто-то болеет. Связки очень тонкие инструменты. Мой голос 13 лет пролежал на полке. Я ему дала передых. Я дала ему возможность восстановиться. Плюс я голодаю. А это процесс регенерации очень серьезный. Обновление органов, обновление тканей. И сейчас, когда мне надо было записать песню Максима, а она голосовая, я два месяца занималась вокалом с педагогом. Я до слез люблю тебя, и хотела быть рядом. Пролетели года, я с тобой навсегда. Мне другого не надо, мне другого не надо. Я до слез люблю тебя. Так что, уважаемые зрители и зрительницы, которые считают, что мой голос сегодняшний сделан техникой феноменального звукорежиссера, который работает с Максимом Фадеевым. Нет, дорогие мои, я два месяца занималась вокалом в 68 лет. Я такое удовольствие получила. Сашеньке Грековой, спасибо такое за это. Я занималась по новой системе, потому что очень много всего поменялось. Наша жизнь поменялась. Я столкнулась с другим звукоизвлечением. Она мне открыла очень интересные разные тембры. Она открыла мне фонетику. Она придала моим голосовым связкам силу. Она вычистила мой голос. Она задействовала те участки голосовых связок, которые с фибромами раньше не так соприкасались. И когда Максим услышал, он сказал, Ир, в 70 так не поют. В 40 самое большое. Я учусь понимать музыку по-другому. Я слушаю очень-очень много того, что по идее и в моем возрасте, и в моем положении никто не слушает. Все говорят, фу. А я слушаю, я хочу быть в курсе, что происходит. Я хочу понимать. Мне хочется заглянуть в рот каждому певцу, понять, как он произносит, почему я не слышу слов. Кстати говоря, это тенденция не потому, что кто-то что-то не умеет. Это так модно. Вы сказали, что у вас было два сольных концерта после возвращения? Да. У меня был один сольный концерт. В Воронеже я делала в честь Юлечки Началовой. Но, к сожалению, ни родители, никто не приехал. Ну, это как бы мое личное было. Я вообще никогда такие вот вещи не афиширую и не считаю, что нужно это обсуждать. А второй концерт у меня был в Петербурге в день моего рождения два года назад. ПЕСНЯ Это я 12 марта отработала концерт, 13 объявили, что у нас ковид. Вот так. То есть я прыгнула в последний вагон. Что такое выходить на сцену после такого перерыва? Да ужас просто. Ужас. Ужас – кошмар. Ну, трясется все, страшно. Непонятно, что как тебе подведет, не подведет голос. Боязнь страшная, боязнь забыть слова. Потому что столько лет не пелась, столько лет не общалась. Но! Вот это все было до. Первый шаг на сцену – и я дома. Ой. Ир, я дома. Я прямо так, когда спела первую песню в выходную свою, я сказала – здрасте, я пришла домой. Мало того, что в Петербург вернулась, да? Так еще и на сцену. Это мой дом. Ну, что там говорить. Ну, без ложной скромности. Это мой дом. Вы знаете, у меня родилась внучка. Я очень долго не понимала. Первый мальчик и сын у меня. Поэтому я знаю, что с мальчишками делать. А когда выяснилось, что у нас девочка будет, я думаю – господи, помила, а что же мне делать-то с девочкой? Я только своим примером могу что-то показать ей. И все, и меня тоже переклинило. Я думаю – вот это ради чего надо жить. Я вам скажу, и я оказалась права. Потому что сегодня, когда я из большого дома летом, они бегут ко мне после завтрака в мой дом. Баба, привет! И один, и вторая, да? Я еще в халате. Внучка еще не разговаривала. Она у меня так вот за халат и говорила – «Баба! У-у-у!» То есть иди переодевайся. Какая? Да! Она сама переодевается три раза в день. Особенно нарядное платье надевает, когда папа должен прийти с работы вечером. И плюс еще очень важный для меня момент – она вообще не знает, кто я такая. Она первую песню услышала, сейчас вот эту, которую с Максимом мы записали. Эрик мой старший, ему было года четыре, я ему показала в компьютере какую-то свою запись. Он так смотрел на меня. Еще, по-моему, Шарлотты не было. Потом смотрел в ноутбук. Потом смотрел на меня. Начал меня обнимать и целовать. И говорит – «Папа, это ты!» «Папа, это ты!» То есть вы хотите сказать, что вы решили вновь показать своим внукам, какая вы шикарная женщина на сцене? Может быть. Может быть. Может быть, я увидела отражение свое. Может быть, у меня прошла усталость. Я не знаю, меня Бог ведет, Ир. Я вам скажу, когда рожаешь своего ребенка, это такой естественный процесс любви, он начинается с горошинки, да? И потом это все взращивает, а потом это появляется, потом это все воочию, потом он не видит тебя, а смотрит выше, а потом он видит тебя, улыбается, потом вдруг этот какой-то нелепый зуб вылетает внизу, выскакивает. Это все твое, это кусок твой. Внуков рожаешь не ты. И почему они тебя любят? Непонятно. Непонятно. Почему они бегут навстречу, ко мне кричат «Баба!» и висят на мне? Я не понимаю. И вот поэтому их любишь еще больше. Потому что у них безусловная к тебе любовь. За что? Ни за что. Мама, понятно, она тебя кормит. Это одно целое, да? А вот бабушка-то при чем тут? Я обожаю малышей этих невозможных, совершенно невозможных, любимых, которые маленькая, ну что она понимает, три с половиной годика она целует экран, когда она со мной разговаривает по телефону, ну по скайпу или там по вотсапу. Баба, баба. Все бантики прибегают, показывают. Баба вот это, баба вот это. А как она поет со мной вместе? Есть разница между тем, вот грубо говоря, когда ты провел день с внуком и когда ты провел день на сцене? Есть разница, есть разница. Когда ты проводишь и отдаешь любовь к малышам, да? Она умиротворяет. А любовь, когда на тебя идет энергетика пятитысячного, шеститысячного, десяти тысячного, миллионного, как на Майдане, зала или публичного пространства, это эйфория. Это наркоз. Это наркоз. Здесь больше осознатости, здесь больше сладости, а здесь больше адреналина и больше вот та восторга. Ты сумела, ты сделала, ты еще раз, ты победила, ты это, еще один бой ты выдержала. Спасибо вам огромное. Ирочка, спасибо. Мне было очень интересно. Мне тоже. Ни одного вопроса у меня не вызвало негатива, чтобы вы не думали. Нет, спасибо, что вы на них... Я отвечала, может быть, немножко резко и немножко больше, более эмоционально, чем можно было бы подумать обо мне. Это всегда хорошо. Но я еще раз говорю, я хочу, чтобы наконец меня услышали. Ребята, я не вру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова